Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Штатный режим. Больница скорой помощи в Минске возвращается к привычному графику работы. Уделение было рассчитано при лечении коронавирусной инфекции на 60 коек. ВОЗ рекомендует проводить тесты на COVID лишь под присмотром медиков. Двухколесный марафон. Сотрудники Центра ДОП образования и миллионы людей по всему миру пересели на велосипеды. Кто-то принял сегодняшний выезд как эстафету. Как это было. Челлендж с вышиванкой. В Беларуси стартовал конкурс селфи в национальной одежде. Можно предоставить свои классические фотографии. Какие правила и где купить рубаху в Бобруйске. А также проверка госконтроля. Новое правило для детского сада. И дождливый июнь. Когда перестанет лить. В Беларуси 20 171 человек выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 45 116 случаев заражения. Врачи провели 573 699 тестов. Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения считает, что пациенты не должны пользоваться средствами для диагностики COVID-19. Лично такие процедуры лучше проводить медикам. Тем временем столичная больница скорой помощи возвращается к преимуточному режиму работы. Деление было рассчитано при лечении коронавирусной инфекции на 60 коек. Аппаратов было достаточно для всех. Если бы нужно было подключить 60 человек, мы бы подключили 60 человек. То есть у нас в каждой палате по несколько тазаторов кислорода. И при необходимости можно было раздвоить эти подачи кислорода. Оказались в коляске, но не опустили руки. В Бавруйском районе живет свыше 700 человек с инвалидностью. Мать-жена-героиня Татьяна Новицкая признается, несмотря на ограничения, живет как все. Мария Бушкевич узнала, как ей это удается. Вот уже 10 лет Татьяна Новицкая прикована к инвалидной коляске. Воспаление легких, аппарат ИВЛ, реанимация и полтора месяца комы. Женщина год провела в окружении врачей. Когда медики сказали, что ходить не сможет, жить не хотелось. Новицкая, ты чего лежишь? А я плачу, рытаю, слезы градом. Он говорит, прежде чем себя жалеть, ты подумай о том, что есть люди, которым хуже, чем тебе. Говорит, тебя провести в соседнюю палату, где лежат те, у кого шансов выжить нет. Если я зайду, ты будешь лежать? Я даже обход делать не буду. Что, мне пришлось в коляску сесть? Да, и на завтра на обходе я его встретила сидя в коляске. 80-летняя соседка по палате научила вязать. С тех пор ни дня без хендмейда. Вышивает картины, создает панно из гербария. Готовые работы оценили в белорусском обществе инвалидов и организовали персональную выставку. Год назад Татьяна познакомилась с участниками клуба «28 петель». Теперь создает одежду для недоношенных. Когда я с ней познакомилась, я была восхищена ею, ее человеческой душевной добротой, ее устремлением к жизни. Героиня признается, несмотря на ограничения, живет полноценно. Встает в 7 утра, приводит себя в порядок, убирается в квартире, готовит обед и ужин. Встречает дочку со школы, а затем сын и муж возвращаются с работы. Я очень мечтала, чтобы мама начала ходить. Обещала, что вырасту, заработаю денег и сама ей эту коляску куплю. В Бобруйском районе живет 741 человек с инвалидностью. Татьяна Новицкая отмечает, в городе заботятся о людях с ограниченными возможностями. Возле магазинов, аптек и почтовых отделений оборудованы пандусы. Люди помогают заехать на каталке в общественный транспорт, работает бесплатное социальное такси. Тем не менее, женщина временно отказалась от прогулок. Последний раз выбиралась за продуктами зимой. Болезнь дала осложнения на легкие, на обычной коляске теперь удается проехать лишь 50 метров. Электрическая подарила бы совершенно новые возможности. Мария Бушкевич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Посол США, операция на сердце и лебединая песня «Фестиваль Молодечно-2020» перенесли на следующий год. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Посол США в Беларуси может приехать в Минск уже этим летом. Об этом сообщила временный поверенный Дженнифер Мур. Дональд Трамп выдвинул на этот пост заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер. Ранее она работала в американских представительствах Грузии, Украины и России. Занимала должность зампостпреда США при НАТО. Из-за пандемии Минздрав разработал и утвердил новые правила для детских садов. Если в яслях или старших группах зафиксируют вспышку коронавируса, администрации запрещено закреплять мальчиков и девочек за другими воспитателями или принимать новых детей. Белорусские кардиохирурги первыми в мире провели ребенку протезирование трехстворчатого сердечного клапана. На теле мальчика сделали всего четыре небольших прокола. В помещении находились сразу 11 специалистов. Пять врачей дежурили на случай экстренной ситуации. Операция прошла успешно. Достижением заинтересовались коллеги из Западной Европы и США. Белпочта присоединится к международному онлайн-проекту по обмену карточками. День посткроссера пройдет во всех отделениях 5 июня. Участники, которые отправят больше 10 открыток, получат скидку. Фестиваль «Молодечно-2020» перенесли на следующий год. 20-й концерт состоится в июне. Такое решение принял Минкульт. Праздник песни и поэзии проходит в Минской области с 1993-го. В 2001 году президент присвоил торжеству национальный статус. Комитет госконтроля выявил в Могилевской области 25 застройщиков, которые искусственно завышали цены на жилье. Почти 30 должностных лиц получили штрафы. Руководители обязаны выплатить свыше 160 тысяч рублей. Отдельные компании также снизили стоимость квадратного метра и заключили с людьми новые контракты. Инспекторы проверили и сферу ЖКХ. Обнаружены проблемы во время капитального ремонта. Специалисты неверно составляли и корректировали графики, искажали ведомости, поздно принимали работу. Прорабы не укладывались в сметы. Сотрудники госконтроля отметили, отдельные нарушения возникают из-за несовершенства законодательства. И пообещали принять меры. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы. Есть эксклюзивные кадры. Корреспонденты Бобруськ-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Сегодня миллионы людей пересели с автомобилей на двухколесный транспорт. Некоторые крутили педали впервые. В честь дня велосипеда по всему миру прошли индивидуальные заезды. Из-за пандемии в большинстве стран отказались от массовых марафонов. В Ярославле семь человек проехались по улочкам исторического центра. Участники прогулки были в масках. В Казани поздравили горожан с помощью видеообращений. В Минске к праздничному марафону присоединились атлеты национальной сборной. Колонна стартовала у манежа университета физкультуры и проследовала по проспекту победителей. Бобруськ также не остался в стороне. Педагоги и администрация центра доп. образования сменили автомобили и общественный транспорт на два колеса. Каждый преодолел от трех до шести километров. Для многих прогулка на велосипеде не только сэкономила бензин и деньги на талончик, но и оказалась настоящей проверкой на прочность. Думаю, что в данной ситуации с эпидемиологической обстановкой пошло не только на пользу, но и также все проверили свои силы, физические данные. Кто-то принял сегодняшний выезд как эстафету, принял для себя, и в отпуск уже пойдет, наверное, только на двухколесном велосипеде. Селфи с вышиванкой в стране стартовал конкурс фото в национальной одежде. Анастасия Шевцова узнала правила и выяснила, где купить рубаху в Бобруйске. В преддверии Дня вышиванки Союз молодежи приглашает поучаствовать в фотоконкурсе. Все, что нужно – одежда с национальной символикой и камера смартфона. Снимки принимают до 22 июня. Молодым людям необходимо предоставить, выложить свою фотографию, свое селфи в социальной сети Instagram с хэштегами «День вышиванки», селфи с вышиванкой, с обязательным упоминанием официального аккаунта «БРСМ Бай». И также можно предоставить свои классические, скажем, фотографии на электронный айтрис «ITБРСМ» в собакоджамал.ком. Раньше на изготовление вышиванки уходил без малого год. От сбора растений до финального результата одежду делали вручную. Теперь человеку помогают машины. Лену укращают всего за несколько недель. Купить вышиванку можно в интернете или у частных ремесленников. В Бобруйске одеждой с колоритом торгуют в фирменном магазине фабрики художественных изделий. Рубашки, сорочки, платья. В ассортименте есть и женские, и мужские варианты. Цены колеблются от 60 до 200 рублей. История белорусской рубахи восходит к середине первого тысячелетия. Сперва узоры были тканные, вышивать стали позже. Орнамент служил оберегом. Красочные костюмы надевали лишь по особым праздникам. В традиционный комплекс белорусского народного костюма входит рубаха. Если это мужское, то это еще штаны, ноговицы, портки. Женские, значит, это юбка, сподница, абуандарак, если это шерстяная или полушерстяная ткань. Ну и, конечно, еще жилетка. Спустя сотни лет одежда с орнаментом снова ушла в народ. Белорусские кутюрье то и дело выпускают коллекции с национальной символикой. Итоги челленджа с вышиванкой подведут 30 июня. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Солнце заигралось в прятки. В среду над Бобруйском сгустились тучи. Лучи временами пробивали облака. Днем город накрыл ливень. Воздух прогрелся до 17 с плюсом. Надолго ли тренд уточнила Кристина Арианс. А лето все никак не придет. Синоптики ожидают потепление лишь в конце недели. Да и то с оговорками. Температура поднимется до плюс 23. Но по-прежнему будет дождливо. В польские Татры тем временем и вовсе пришла зима. В горах метровые сугробы. Видимость нулевая. Кроме в йоге спасатели не исключают возможности схода лавим. Туристам советуют не отходить далеко от баз отдыха. И передвигаться исключительно проверенными маршрутами. В Кыргызстане наоборот. Жарко до 30 градусов в тени. Температура подскочила сразу в несколько раз. Накануне на перевале Сары-Кыр образовались трехметровые слои снега. Непогода повредила линии электропередач. Теперь аварийные бригады устраняют последствия. Завтра в Бобруйске синоптики обещают переменную облачность. Ближе к вечеру пойдет дождь. Присоединится к нему и гроза. Днем столбик термометра устремится вверх. Но не стоит обольщаться. Всего 15-17 со знаком «плюс». Ночью от 7 до 9 тепла. Кристина Риянс, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Сразу после нас сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok